приветствую себя на канале дорогие мои друзья мои девочки подписчики все кто решил ко мне заглянуть на канал сегодня у меня отчетное видео мой недельный влог о том что я связала на этой неделе и так кому интересно пожалуйста можете оставаться посмотреть послушать с вами канал вязания и я вера бармова как всегда у меня продолжается вязание детских вещей но вот так вот у меня складывается сейчас обстоятельства так что разговор будет о детских вещичках поэтому только для тех кто любит детские вещи кто вяжет для наших деток присоединяйтесь давайте посмотрим я вам расскажу что я закончила на прошлой неделе так как сейчас уже у нас 12 до уже получается понедельник и вот на прошлой неделе я довязала свои процессы которые я были у меня в работе очень девчонки довязала смотрим давайте начнем значит расскажу шапочка кофточка комбинзончик был уже у меня связан но мы сейчас все вместе посчитаем и посмотрим сколько у меня вышло пряжи именно вот на этот комплект в первую очередь сейчас давайте поговорим о моей законченной работе это юбочка и болеро знакомлю вас с очередной своей работой детский комплектик юбочка связанная крючком и болеро которая связана спицами давайте сначала начнем с болеро данный комплект был связан из пряжи верно арт gold это 100 граммовый моток 400 метров в нем содержится девяносто два процента акрил и восемь процентов металлика то есть он содержится шлюрексом изделие блестит спицы рекомендованные но если это интересно до такой степени то давайте посмотрим спица 275 до тройки до 4 даже можно и крючок плохо так видно от единички по моему тоже до троечки но это ладно это не так важно значит стираем 30 градусов гладить нельзя с тушим горизонтальной поверхности машинкой и химчисткой ничего не разрешается на полноценное изделие взрослые изделия требуется всего 500 грамм вот такой пряжи но это скорее всего в одной нити если вязать так вот болеро болеро связано спицами в две нити как вязать такое вот болеро я просто немножко здесь придумала повесила временно значит такое вот украшение здесь конечно надо что-то придумать другое это немножко тяжеловато для ребенка будет попробуем поближе вот так вот подвинуть надеюсь резкость будет так вот болеро связано в две нити как вязать такое болеро у меня есть на канале мк поэтому об этом болеро слишком много говорить не буду можете пройти и посмотреть вот такое болеро шка сочетание с юбкой с пышной юбкой стегнулась а мы застегнем сочетание с юбкой смотрится очень здорово такая вот замечательная вещь ну и теперь давайте перейдем к юбочке так на давайте так я сначала взвешиваю да и скажу вам сколько грамм пряжи у меня ушло на это изделие на юбку юбка вязаная крючком крючок два с половиной сто восемьдесят грамм вязано в одну нить плюс болеро связано спицами в две нити общее общий вес двести семьдесят грамм вот такой вот клубок у меня еще остался у меня было три матка вот такой клубочек у меня остался весы стоят неправильно пять грамм показывают ну вот здесь вот получается ну 70 грамм получается ну вот остаток так это мы с вами разобрались весы уберем в сторону значит так про болеро я сказала в две нити спицами три с половиной как вязать такое болеро и есть МК можете посмотреть теперь насчет юбки пышная юбка связанная крючком два с половиной юбочка вязалась сверху пояском дальше идут филейная сеточка довязывала над филейной сеткой надвязывала вот эти вот оборки это просто и веерочки затем вязала оборку здесь оборочка связана в виде маленьких ананасиков затем под оборкой вязала филейную сетку до той длины пока у меня оборка не закрывала филейную сетку затем опять два ряда вязала два ряда вязала просто столбиками без накида опять вязала оборочку после оборки опять с этой стороны надвязывалась филейная сетка и так провязано все три оборки в процессе вязания филейной сетки сетку естественно я увеличивала количество столбиков чтобы юбка была пышная затем просто провязала связала шнурок и в дело его в сам поясок поясок связан другой пряжи не такой а другой пряжи вот такая прекрасная замечательная юбка итак девочки что я хочу сказать по пряже по этой значит у меня уже был опыт работы с такой пряжи именно yarnart gold вот этот вот у меня было уже связано из этой пряжи два платья детских правда тоже пряжа ведет себя вполне разумно адекватно вот это изделие я уже постирала повесила просто на веревку никакая горизонтальная сушка ничего повесила на веревку постирала прополоскала повесила на веревку правда стирала руками не в машинке я вообще вязаные вещи стараюсь в машинках не стирать но это мое личное дело мое личное право как стирать вязаные изделия кто-то машинку закидывает но я берегу свой труд но это дело ваше в общем вот такой замечательный красивый комплект у меня получился значит завтра этот комплект идет к своей хозяйке наконец-то я довязала заказ который меня просили вот такая красотень получилась я сама очень рада сама очень довольна я же хотела связать как бы платье но очень мучилась и думала как бы как бы сделать красиво и правильно чтобы у меня ну было все замечательно да но в конце концов посоветовавшись с моими девочками показывала я и спрашивала что вы мне посоветуете как связать юбку или может быть все таки болеро тоже подсказали лучше свяжи болеро чем платье комплект выйдет просто замечательно отлично жалко конечно что я вряд ли смогу вставить фото когда платье достигнет своей хозяйки что на девочку там померили в общем это заказ девочки идут на день рождения девочки идут на день рождения вот это вот в подарок хотят сделать вот такой вот замечательную юбочку в подарок очень жалко конечно что я не смогу увидеть фотографию но я попрошу во всяком случае может быть и они удовлетворят мою просьбу все таки хочется очень увидеть свое изделие как говорится да в живую да как оно смотрится ну вот смотрите здесь да вот такая вот красивая борочка ананасики как связать такую юбку есть МК на канале ну если вы этот смотрите видеоблог и еще МК нету то значит ждите будет подписывайтесь ставьте колокольчик и вам придет оповещение что вышло какое-то новое видео и там скорее всего возможно вы и найдете МК по вязанию данной юбки филейная сеточка снизу сверху оборочка опять филейная сеточка оборочка ну и так далее хорошо не будем много зацикливаться на этом слава богу я связала этот комплект и сама очень осталась довольна что еще сказать вот почему я все таки не связала платье а вышло у меня вот такой комплект пряжа все таки пряжа надо смотреть по пряже я даже начинала вязать это изделие сверху сейчас я вам покажу все таки чтобы быть уже не быть такой уже как говорится голословно или обманщица или что-то придумывать вот смотрите вот это вот ну как бы кокеточка которую я начинала вязать чтобы ну хотела как бы платье да сверху начинать вязать вот оно здесь вот это осталось но вот посмотрев на на саму вот пряжу да вот в работе вот именно ну как сначала же кокетка идет круглая да но я хотела сделать ее как бы немножко ажурной да чтобы с дырочками была да вот это вот все да вот смотрите ну она не смотрится мне не понравилось а потом я долго думала у меня вообще то этот процесс затянулся практически на месяц если честно говоря обычно у меня такого нету я вяжу как бы стараюсь все это быстро вязать но этот процесс у меня продлился месяц потому что у меня были муки творчества я пробовала то одно то другое и понимала что это абсолютно не красиво и не смотрится и в общем я решила тогда начать вязать сначала юбку вот юбка у меня получилась а быстро а вот потом опять я опять потом застряла думаю ну-ка вообще платье заказчица хотела платье вот я потом уже думала как же мне теперь от юбки и вот она именно хотела чтобы была такая пышная юбка вот такими оборками с валанами да чтобы было именно вот это вот пряжа чтобы с люрексом была потому что это ее второй заказ именно из такой пряжи вот чтобы все блестело ну она мне дала полную свободу действия то есть вот по твоему усмотрению какую хочешь такой свяжи но чтобы была пышная юбка с валанами ну вот юбка у меня получилась замечательно а вот вверх как вязать до меня никак не доходило я пыталась разными способами спицами набирал значит определенную там длину но чувствовала что здесь что-то не то что здесь что-то не так не ложится эта юбка к платью то есть не сочетается или надо было вязать сверху это платье потом валанами снизу надо было что-то уже тогда начинать по другому но сверху вязать мне не понравилось пряжа не показала меня во всей своей красоте как говорится вот поэтому вверх у меня никак не выходил и вот потом в одно прекрасное мгновение какое-то мне пришло на ум а почему бы к этой юбке не связать болером то есть или какую-то кофточку я думал может кофточку какую-нибудь тоже с оборками там с какими паланами вот но тоже в ум как-то не приходило думал ну как же это сделать листала интернет смотрела но что-то в ум никак не приходило и потом значит в одном тоже из вязальных влогов которые рассказывала девочка моя в этой работе и что-то у меня там мелькнула мысль думал может быть связать сюда болеро к этой юбке и спросила девчонок как вы считаете ну и пару человек мне сказали конечно попробуй может быть у тебя получится здорово и потом вот я уже представила юбку болеро потому что болеро я уже такое вязала я уже могла представить что она себя должно быть да как оно должно выглядеть и получилось а все просто замечательно поэтому как бы знаете если вы вяжете какое-то изделие или вы что-то связали чувствуете что здесь что-то не то вот вроде бы и пряжа красивая да вроде бы все замечательно но что-то не то это вот все таки лишний раз убедилась а что пряжа она должна раскрыть себя то есть вот одна и та же пряжа смотришь вот одно изделие свяжешь таким образом она вот замечательно смотрится тут же вяжешь хочешь как что-то другое связать нет смотришь не получается нет смотришь что-то не так что-то не эдак в каждой пряжи есть своя загадка девчонки честное слово лишний раз вот цветовая гамма на какой в каким цветом как вяжешь крючком вот это вяжется просто вот столбики 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 все не смотрится вот поэтому спрятали филейную сетку а вот уже таким образом вот эту вот оборочку и обвязка просто белый вот пряжа обвязала уже смотрится совсем по-другому поэтому не бойтесь экспериментируйте найдите свою точку вот этого да чтобы именно ваше изделие было единственное и неповторимое и чтобы все увидели сказали вау хорошо здесь я с вами вам отчиталась показала рассказала все что могла даже на лишнее наговорила ну а теперь давайте я вам покажу еще свои две работы заключительно уже потому что на этой неделе у меня работ было мало так что кому интересно оставайтесь устраивайтесь поудобнее и послушайте мою болтовню дальше итак на этой неделе я закончила вязать свой комплект это ползунки кофточка шапка но о ползунках и о шапочке я уже вам рассказывала показывала а вот кофточку я довязала на той неделе этот комплект связан из пряжи вискоза ализе пуфи файн в ней содержится 50 процентов вискозы и 50 процентов акрила плюс вторая пряжа это ализе ангора голд симли здесь 500 метров 100 граммах содержится акрил и и металлик это этот нет что здесь у нас 20 процентов шерсти 75 акрила и 5 процентов вот этот металлик здесь 100 граммах 410 метров вискозе здесь 100 грамм 500 метров вязала спицами три с половиной на этот комплект у меня ушло два матка вискозы два матка а двух матков осталось вот такой маленький клубочек некоторые спрашивают удивляется как на этот комплект два матка до вискоза у меня ушло два матка а вот ализе ангора симли точно не могу сказать но мы сейчас взвесим весь комплект и точно узнаем сколько у меня ушел расход пряжи комплект связано ребенка от четырех месяцев и выше то есть определенных замеров у меня не было просто я вязала на глаз давайте начнем сначала значит бегом просто скажу что штанишки коротенькие такие вот не длинные это так как бы ползуночки полуползунки они такие вот коротенькие я уже об этом комплекте вернее об этом комбинзончике рассказывала вот такой вот комбинзон с кулиской то есть здесь вставлена шнурок здесь провязана кулиска в нее вставляется шнурок и наши ползунки затягиваются чтобы понятно для чего затягивается кулиска в общем как вязать эту кулиску тоже есть у меня видео найдите посмотрите дальше просто вверх разделила пополам связала еще верхнюю часть и связала небольшие лямочки здесь у меня еще просто нету пуговиц так как у меня их вообще нету надо еще еще купить эти пуговицы подобрать сделала две петельки здесь вот коротенькая а сама лямочка идет сзади со спинки длиньше и здесь уже потом здесь петелька на передней стороне чтобы потом пуговицу пришима пришиваем на лямочку и можно застегивать то есть пуговицу можно всегда перешить любом случае или выше или ниже если лямки длинная дату петельку пуговицу сделаем повыше пришьем если уже ребеночек там побольше пуговицу можно перешить вниз и дальше уже пользоваться главное чтобы здесь попа помещалась а ножки если коротенькие то и не страшно комплекте получается где-то ну на весну на осень так как здесь все-таки ангора это тепленькая она пушистая и очень замечательное сочетание девчонки сейчас я вам просто покажу кофточка простая кофточка без всяких наворотов но именно сочетание пряжи так как это пряжа секционная плюс добавляла ангора голд 7 она белая и вот именно сочетание вот этого все получается очень здорово простая кофточка набирала 68 петель провязала небольшую горловину это рис 1 на 1 затем по 2 петли оставляла на регланной линии 10 петель на рукава 20 петель сзади и тут остальные петли распределяла на переднюю часть и 6 петель уходила на планку то есть значит получается здесь 10 петель на рукава 10 петель 20 петель на спинку и по 2 петли там 68 же до получается вот по 2 петли на регланной линии здесь 4 вот здесь вот тоже 4 петельки получается набираете общее количество петель сколько вам надо для горловины затем вычитаете количество петель которые будете оставлять на реглан можно по одной петли можно по 2 петли остальные петли делите на 3 и получается что 1 3 часть уходит на спинку у меня получилось 68 да вот на примере говорит просто 68 минус 8 петель на реглан и остальные 60 делим на 3 20 петель на спинку 10 петель на переднюю часть и по 10 петель у меня вышло на рукавчики здесь естественно вот эти вот 20 петель еще пополам 6 петель на планку 4 петельки как бы уходят в лицевую гладь ну естественно в каждом лицевом ряду прибавляются петли вдоль регланной линии и вывязывается все полотно просто лицевой гладью здесь изнанка планочка идет тоже рис 1 на 1 или путанка 1 лицевая 1 изнаночной в конце тоже также провязана рисом потом закрыты вот здесь вот правда провязала сначала лицевой ряд чтобы так она не подгибалась вот видите тут заметила что вот эта сторона немножко подгибается как бы но это не страшно потому что здесь у меня вывязаны петельки с этой стороны будет пуговки и вот потом это просто застегнется рукавчики потом вязала отдельно на рукавах делались естественно убавки в определенных местах количества но знаете такие уже кофточки как говорится вяжутся без всяких узоров без всяких заморочек вся прелесть это вот пряжи и все сочетание вискозы и ализе лана голд для меня это просто открытие то есть именно вот это вискоза ализе пухи файн и ализе ангора сигли после стирки после того как я закончила изделие мягкая струящиеся знаете прям вот легкая и вот теперь давайте посмотрим на этот комплект сколько у меня ушло ниток даже вот шапка еще получилось шапочка простая как вязала эту шапку тоже есть видео на канале можете посмотреть итак давайте сейчас взвесим сколько у меня в общей сложности ушло грамм на этот комплектик так весы у нас стоят немножко неровно давайте мы все-таки найдем оптимальный какой-то вот теперь вроде бы на 0 стало да все нормально и так кладем штанишки 182 грамма плюс кофточка 306 грамм плюс шапка 361 грамм плюс вот осталось хорошо 376 грамм вот это давайте то уберем остаток и того 360 грамм у меня ушло на этот комплект еще раз повторю здесь два мотка ализе вискоза пуфи файн 100 граммах 440 метров ализе ангора голд симли 100 граммах 500 метров очень здорово красиво и бюджетно получилось а спицы три с половиной все советую если есть такая пряжа вискоза я вот почему еще добавила потому что у меня с вискозой были был неудачный опыт работы то есть вискоза все-таки тянется хотя и акрил добавлю но я боялась оставлять один акрил да в принципе она когда я купила и даже ну когда купила эту пряжу так вот попалась нет по распродаже значит не как бы ее сучили эту пряжу продавцы ну я что-то взяла ну я знаете девчонки я нисколько не жалею что я все-таки взяла эту пряжу правда у меня были некоторые сомнения по вискозе я потом когда уже домой пришла что так подумала все ну пряжа красивая разговору нету потом все-таки я пыталась эту пряжу вязать в одну нить и спицами и крючком но не нравилось на мне не ложилась что-то тянулась а сама нитка она знаете как девочки она пружинит сама по себе то есть если мы просто допустим возьмем там простой вот допустим простой акрил да вот он не пружинит он просто вот нитка и все она не пружинит а вот это вот именно пряжа именно вот этого пряжа она по себе пружинит то есть такое ощущение как будто как чуть-чуть встречи вот видите я вот ее натягиваю она как резиночка но я думаю что видно не видно не знаю но поверьте она вот вроде как пружинит и даже когда я вязала с нее образцы я чувствовала что что-то здесь не то что-то мне это было подозрительно потому что у меня помимо этого комплекта есть еще один комплект связан тоже из вискозы но другого цвета вот я конечно понимаю что я это уже всем показывала но я покажу для тех которые не видели смотрят мои мой блог впервые так вот вот это тоже ализе пухи файн только естественно другого цвета и тоже ализе лана голд у меня вот такая кофточка но это уже побольше это уже примерно годик полтора на ребенка когда какой ребеночек и вот такая вот жилетка после стирки пряжа полотно усадку не дает не растянулась и не потянулась и не полиняла но я думаю что может быть пряжа себя так вот изделие повело может потому что здесь лана голд добавлено ангора лана голда вот добавила я ее сюда я сомневалась что если бы я вязала просто одной вискозой пухи файн то могли быть какие-то накладки но порывшись у себя за кромах и нашла то что у меня было там два или два или три моточка у меня была вот это ализе лана голд 7 у меня даже где-то осталось а вот я попробовала сделать сочетание и я нисколько не пожалела девчонки так что просто красивые вещи получились просто замечательные вещи вот давайте у меня тоже было два мотка вот вот это голубого пуфи файн вот получилось здесь 312 грамм здесь тоже 2 моточка у меня остался от пуфи файн от голубого от голубого вот такой моток остался вот я вот думаю что может быть даже из этого моточка добавив там у меня ангора голд 7 для осталось можно связать носочки а может быть даже шапочку посмотрим ну пока это я отложила в долгий этот ящик не это не к спеху так что вот такие клубочки меня еще остались так что вот такие вот дела девчонки советую ализе лана голд пуфи файн плюс ализе ангора голд 7 ли замечательное сочетание и очень красивые вещи получаются ну что ж на этом пока все это все что я связала а сейчас немножко вам расскажу над чем я стала работать еще что у меня задумках так что не убегайте оставайтесь а минут десять еще потратьте своего драгоценного времени и посмотрите что я задумала вязать возможно вам это тоже пригодится и так дорогие мои прошло визуальном влоге я показывала по моему что у меня оставался вот такой моток то есть это пряжа та которая остается у нас манюшенькие клубочки какие там по 5 по 10 грамм там и может быть даже сочетание в две пряжи какие-то разнообразные в общем я говорил о том что у меня вот такой клубок была громадный и я не знала вернее не то что не знала этот клубок мне прямо знаете вот я как-то прямом эфире сказал да что он мне прям дышать мешает да и хотела от него избавиться потому что у меня был еще один такой клубок и из такого же вот разнообразия клубков я связала одну очень красивую юбочку я уже тоже об ней рассказывал о своих блогах но давайте я вам ее все-таки покажу то есть вот такая юбка у меня получилось наверное уже видели кто не видел показываю хвастаюсь то есть собрав клубок все остатки пряжи и пытаясь избавиться от этого и не могла ничего больше придумать как в результате у меня получилась вот такая симпатичная юбка отдельно по этой юбке есть вязальный влог там можете подробно не посмотреть как она вязалась так вот эта юбка здесь пряжа акрил до тонкий то есть тонкий акрил как вот видите да вот различные это тонкая то есть у меня два клубка 1 толстая пряжа 1 тонкая это вот сейчас остался остатки акрила какой-то там шелк там какой-то вот буретный шелк кто-то вискоза еще такая в общем вот это вот тонкая то есть тонкая пряжа во вторую клубок у меня сматывалась вся пряжа которая там кавказская шерсть вот полушерсть да там какое-то сочетание с каких-то там до от остатков то есть отдельно и вот второй этот клубок не просто как деться мешал дышать я думаю что то надо с него сделать я пыталась там думала можно мы какой-то плед какой-то там что-то что-то но и вот в конце концов думаю нет надо от него и вот прям глаза у меня мазурил девчонки честное слово ну и вот в результате у меня получилось вот что это тут просто пока собраны открытые петли на булавку это уже горловина то есть это детская кофточка с основная пряжа идет вот такая вот горчичная то есть это резиночка и вот здесь вот поперечные изнаночные полосы то есть из клубка беру пряжу сначала на основной пряжи связала резинку затем идут остатки каких-то ниток из клубка затем пропускаю я вижу что сейчас у меня эта нитка закончится потом следующая начнется потом опять своей горчичной ниткой потом опять какая-то идет у меня нить то есть опять потом горчичная потом опять какая-то нить но а вот здесь уже когда уже пошло выше то есть вот здесь вот у меня уже разделена же пройма идет то есть вот здесь вот пошла какая-то другая пряжа вот и тут мне уже пришлось немножко свой клубок как говорится распотрошить то есть опять остатки эти пряжи вот шла вот розовая допустим шла да вот такая вот светлая пряжа совсем через не белая молочная такая шла да потом еще какая-то вот такая красная шла допустим да вот или черная шла на вот перемешку то есть у меня как получались вот эти остатки ну что-то вяжется когда-то что-то вяжется они остаются и вот эти клубки чтобы не валялись где-то что-то я их сразу на один клубок вот это все собираю то есть вот когда смотришь девочки показывает остатки своих залежей хомячих и там вот какие-то клубки вот такие вот валяется вот такие чтобы клубки у меня как говорится не валялись под рукой то есть здесь вот если посмотреть вот так вот это все взять то есть это все вот как бы остатки от разных проектов да вот это все вот если за грамма каждой своей обязательства вытащить то вы понимаете что получится такие вот клубки колобки у нас их таких валом его чтобы вот так вот колу вот эти клубочки не валялись а я их всех наматывала на одну и затем из этого клубка уже пришлось немножко конечно отойти и связалась вот такое вот начало вот такого изделия то есть вот это светерок он вяжется по кругу полосы уже здесь немножко подбирала лишние пряжу уже убирала связала первую половину здесь уже вывязывалась а горлышко вышла на плечики теперь довяжу эту вторую часть и останутся только рукава вот такое вот замечательное изделие у меня сейчас проекте если есть остатки нитки клубки приготовьте не выкидывайте у вас тоже может получиться замечательное изделие все девчонки на этом уже точно окончательно все потому что больше у меня начатых проектов нету я больше не буду занимать ваше время кому интересно подписывайтесь ставьте колокольчик нажимайте и тогда вы будете знать какое безобразие вязание у меня происходит ну всем пока следите за каналом я всех целую всех обнимаю и до скорой встречи а а а Продолжение следует...